Донецкая Народная Республика Приняли решение сохранить себе жизнь и сложить оружие. По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 морпехов. 8 и 9 апреля военнослужащими совместной группировки Российской Федерации и ОБТФ ДНР был осуществлен штурм завода имени Ильича и прилегающие территории, на которой находились вооруженные силы противника. В результате успешных боевых действий территория была рассечена на несколько секторов. 11 и 12 числа в ночь противник силами двух тактических групп численностью до 200 человек и 41 из боевой техники предпринял попытки прорыва выхода из кольца в северо-западном направлении. В результате чего анимум поражением было уничтожено до 80% личного состава и боевой техники. Остальной личный состав противника был взят в плен. Техника также является трофеями. Убедившись в отсутствии каких-либо перспектив, руководство 36-й отдельной бригады морской пехоты приняло единственное верное в сложившейся ситуации решение. Противник вынужден выйти на переговоры, в результате которых была достигнута договоренность о его сдаче в плен. На сегодняшний момент мы видим, как происходит сдача в плен подразделения 36-й бригады и приданные к ней подразделениями. Находится у нас до 700 человек личного состава. Данные мероприятия продолжаются. Командующий ОБТФ лично контролирует процесс сдачи противника в плен. Учитывая количество украинских морпехов, пожелавших сложить оружие, процесс занимает долгие часы. Пленные рассказывают, что сдача в плен – это их единственный шанс выжить. Среди желающих сдаться в плен также присутствуют украинские пограничники, прикомандированные к 36-й бригаде. По их словам, еще до начала спецоперации командование намеренно размещало военнослужащих в гражданских объектах. «Привезли в школу в городе Мариуполе. Потом начальник нас построил, там несколько взводов. Вы едете туда-то. Он назвал такую речку. И мы туда поехали. Заселились в школе. Но никто ничего и не подозревал, что такая могла быть ситуация. Это пограничники, когда-то поехали туда. И начались вот это вот обстрелы, все вот это вот. Война началась». Растиражированный украинский миф о том, что плохие русские целенаправленно обстреливают больницы и школы, с легкостью развеивают сами военнослужащие, которые хранили там вовсе не учебники с тетрадями. «Автоматы, БК, мухи были. Ганаты». Показания очевидцев – лучшее средство от дешевых фейков киевского режима. Вот, например, 13 апреля говорящая голова Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подразделения 36-й бригады в результате сложного и очень рискованного маневра прорвали окружение и соединились с полком АЗОВ. По словам одиозного спикера, бригада обрела второй шанс, а система обороны Мариуполя укрепилась. А это Владимир – участник той самой попытки прорыва. Он ранен, но жив. В отличие от подавляющего большинства своих сослуживцев. «Мы сидели в машине ТЛБ, и я ничего не видел, куда мы едем. Потом в упадь и все. Прилетело, не пойми, что. Я не пойму, что прилетело. Меня подкинуло метра полтора. Тогда я понял, что у меня все». Киевские власти твердо намерились сделать из своих военнослужащих, находящихся в Мариуполе, сакральную жертву, чтобы обвинить ВСРФ во всех смертных грехах и продолжить кататься по Европе, выпрашивая очередные кредиты и помощь. Военнослужащие ВСУ, которые понимают реальное положение дел, уже давно не верят украинской пропаганде и осознают, что стали разменной монетой в играх политиков. Солдаты и офицеры массово складывают оружие. «Все подразделения, которые вели оборону данного завода, сейчас в принципе в большинстве своем уже сдались. Остается эвакуировать раненых около 200 человек. Ну и также сводные подразделения, которые были прикомандированы к данному подразделению». По словам командующего ОБТФ ДНР, после установления полного контроля над территорией завода имени Ильича, бойцы оперативно-боевого тактического формирования примут участие в зачистке Азовстали.